Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, Всех поздравляю с сегодняшним праздником, воскресным днем, Рождество Пророка Притеча Иоанна Крестителя. И хочу всех поздравить со всех святых на всей земле просиявших. И просим молитв сегодня. И вы знаете, когда один человек говорит, «Все святые», означает «все святые, которые в каждом куточке земли были, и подвязался, и страдал, и терпел за Христа». Так что для них нет ни места, нет ни державы, ни державы, они все в Царстве Божьем. И все, дорогие братья и сестры, они старались молиться за всех нас, и просят и Бога, и просят и сегодня, чтобы мы тримались истинной православной веры, чтобы мы предали Господа Бога, и чтобы остались верны нашему Богу, Святой Троице Матери Божьей, всем святым и нашей православной церкви канонической. Браты и сестры, вы самые счастливые, что вы находитесь у Спасительной Церкви Христовой. Церкви сам Господь создал, и врата ада вы не одолеете ей. Я всех вас поздравляю, что вы остались верны Господу Богу, что остались верны нашей веры православной, там, где наши предки были, где плакали, где страждали, где видали свою жизнь за Христа, за любовь к Господу Богу. И я дуже вдячный вам за то, что вы е православны. И дякую ему Господу и Богу, что Господь охраняе нас, что Вин нам дал такого предстоятеля, блаженнейшего Онуфрия. И дай Бог до конца оставаться верным Господь и Богу, потому что час тяжкий будет, брати и сестры. Дуже великого ни не буди на истину веру православную. Но не сдавайтесь, потому что Бога, истину, Церкву Божию никто не может побеждать. Зря они воюют с Богом, воюют с нами. Зря они арестовали наших митрополитов, судят наших священников. Все все зря. Заради Господа Бога, заради моего спасения, я готов терпеть и до конца. Пусть судят, пусть закроют, пусть роблят, что не вготят, брати и сестры. Но лишь одно. Я Тебе, Боже, прошу, дай мне оставаться верным Тебе, небесам, Святой Троице и моему народу православному. Всех вас поздравляю, брати и сестры, и просим святых молить. И так, как Господь призывал сегодня своих учеников до Себе, и они все лишили. Они были бедняки. Они кормили своих семей этих рыб, что они там сбирали. Это они союз сети чинили для того, что они мали гроши купить других, новых. И когда Господь сказал, чтобы они шли за ним, они не сказали, а жена, а дети, а кто будет кормить, а что будет с ними, они все оставили и шли за Господом. Так, как и вы сегодня, брати и сестры, Господь сказал, придите ко мне сегодня в церкви. Сегодня неделька свята, святого воскресенья Господне. Придите, бо я хочу с вами говорить, хочу зустреться с вами. Я жажду о вас, дорогие мои, Господь плачет и чекает кожного из нас, кожную душечку, чтобы спасти ее, ну, чтобы слухались. Бо я таке, коли мама скажет, сыночку, иди додому, а ты скажешь, я не могу, мама, я прийду завтра. завтра будет поздно. если мама скажет, меня ждут, друзья, я спешил до них, и дошел до вороты, и мама открыла двери, и кричит, сыночку, сыночку, это ты, повертаешься обратно. Я хочу, чтобы с тобой говорили. Я говорю, мама, прости меня, меня ждут, друзья, я завтра прийду. все завтра уже николи не стало, потому что на другий ранок мне сказали, что ей нема в живых, что твоя мама померла. И у меня, брата и сестры, всю жизнь мучают одни. Что она хотела мне сказать? И я прошу ее, чтобы она сказала те слова, что завжди мне сказала. Сыночку, я тебя очень люблю. Дорогие деточки Божьи, слухайте своих родителей, слухайте своих матерей. Они не вечно на всей земле. Пройдет час, и двери будут закриты, замки ржавчиной будут, а стены будут очень холодные для вас. то сегодня, пока мне есть час, не смотря на интернет, и все, что учат, что сегодня. Возьмите, что с доброго, учите любите, допомогте слушаться, и молитесь, и молитесь, побоивши до Господа Бога, Бог, Бог. И он, и еще раз, и еще раз, дорогие брати и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним днем. И я чту всех святых в земле, пусть меня не осудят никто и никакой Синод, потому что я люблю всех святых, которые по всей земле, в каждой державе, что они были и служили Господь и Богу. Я вам преклоняюсь за вашу любовь, за вашу веру, за вашу верность. И будем моляться так завжди. Мы все святые, что на всей земле просияли, помолитесь Бога о прощении и спасении всех нас. Аминь. А вы, братья и сестры, живите в любви, в дружбе. Мы все христиане. Як Господь сподобит, у нас будет один язык, ангельский язык на небесах. Мы все тогда поймем друг друга. Но самое главное сегодня – любить, прощать и молиться. Помогай всем вам Господь. И негай Господь благословляет всех вас, всю землю и нашу державу, чтобы пришел скорейший долгожданный мир, чтобы не погибали наши хлопцы, такие харни, родители наших детей, ваших сынов, моих сынов, потому что мы давно про них ничего не знаем. И молимся, и молимся, и будем молиться. Но вас прошу прощайте меня. И я очень благодарен, что вы в дождь захищали на суде меня. Братья и сестры, вы не только меня захищали, вы захищали и церковь, и Бога, и веру, потому что мы никогда не продадим нашу святую православную веру и церковь. Потому что тут спаслись наши предки, тут были наши святые, и мы ничего не имеем против никого. Абсолютно, каждый верит, что он хочет. И иди там, где его сердце. Мое сердце тут, где Бог призывал. Где я за 34 роки сколько чудес побачил в цей церкви Божьей. Сколько людей Господь исцелял тут. Сколько людей помиловал, прощал. Куда мне зараз идти? Як сказали, а вы не идете? Они отвечали, куда нам идти? Когда у тебя, Господи, вечное житье, то мы хочем в вечную житью, то, что Господь дает нам, грешникам, и Он сказал, я иду на небесах, приготовить место для вас, там, где я буду, и вы будете, чадо мое. Спасибо, Господь, Бог. Поздравляю всех вас с праздником. Но и не забывайте, что вы, дорогенькие мои, вы – праздник моей души и Банченского монастыря. Аминь. Спасибо, Господь, Бог. Спасибо, Господь.